День пожилого человека Чтобы почитание в наших сердцах Старшему поколению было, Господь Навсегда, Господь, не в те дни, когда мы вспоминаем о них А чтобы в каждом дне нашей жизни, Господь Благодарность была, Господь Молитва была, Господь Почтение было, уважение, Господь Забота, Господь Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, прикоснулся, Господь К нашему народу, Господь Чтобы мы, Господь, вложили в себя, Господь Почитание Тебя, Господь, и отцов наших, и матерей, Господь чтобы нам, Господь, жить долго и быть благословенными во имя Иисуса Христа. Я, Господь, молюсь, Господь, о крепости, о силе, о здоровье, Господь, старшего поколения, Господь. Боже, дай им, Господь, долгие дни жизни, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за венцы Твоей славы, Господь, в доме Твоем, Господь. Боже, пусть их жизнь наполняется Твоим присутствием, Твоей благодатью, Твоей милостью, Твоим здоровьем во имя Иисуса Христа. Также я молюсь, Господь, за нужды, которые отображены, Господь, в этих записках. Боже, приди в силе и славе. Боже, я молюсь, чтобы Ты, Боже, прикоснулся к каждому, кто сегодня взывает к Тебе. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, посетил каждого, Господь, кто ожидает от Тебя, Господь. Я молюсь, Господь, за моих братьев и сестер, кто сегодня, Господь, борется с коронавирусом во имя Иисуса Христа. Коронавирус, Ты не имеешь никакой силы и власти. И, Боже, мы благословляем, Господь, наших дорогих, Господь, братьев и сестер, Господь, кто сегодня проходит через долину испытаний, кто сегодня сражается, Господь, кто сегодня в больнице, Господь, кто сегодня дома, Господь, кто сегодня ожидает, Господь, чудо Тебя. Боже, пусть не будет никаких последствий, Господь. Пусть не будет никаких последствий, Господь, от этой болезни, Господь. И пусть, Господь, так, как она пришла, пусть она уходит навсегда во имя Иисуса Христа. Боже, пусть благодать и милость Твоя будет на нас и на детях наших. На внуках и правнуках. Боже, мы все даем в Твои руки, Господь. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, пришел, Господь, тем, кто находится в сложных обстоятельствах жизни, кто проходит через временные трудности. Боже, приди, посети, исцели, восстанови, яви свою славу, Господь. Ты знаешь тех, кто сегодня плачет, Господь, от безвыходности и не знает, что делать. Господи, приди и помоги, Господь. Боже, мы молимся, Господь, и мы взываем Тебя, Боже, от Твоей благодати и милости во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого, Господь, кто открывает свое сердце для Тебя, кто жертвует для славы имени Твоего, Боже. Да, прибудет Твое благословение, Господь, на народе, Господь, Твоем во имя Иисуса Христа. Боже, мы благословляем каждого даятеля, Господь. Мы благословляем, Господь, каждого брата и сестру, Господь, кто открывает свое сердце, чтобы поддерживать дело служения, Господь. Я молюсь, Господь, за тех, кто, Господь, участвует через онлайн, Господь, Боже, в служении. Боже, Ты знаешь их нужды, Господь. Ты знаешь их молитвы, Господи Ты знаешь их желания и сердца И Ты знаешь даяние каждого из нас Боже, да придет Твое великое воздаяние, Господи Да придет Твоя благодать и милость Боже, я молюсь за тех, у кого нет работы Господи, открывай свои перспективы для славы, Господи Я молюсь, Господи, за предпринимателей Чтобы приходили, Господи, новые откровения, Господи И новые идеи от Тебя, Господи Чтобы расширять пределы Царства Твоего, Господи Чтобы еще больше участвовать в деле Твоем Во имя Иисуса Христа Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты Бог о которой заботишься о каждом из нас, Господь. Боже, мы взываем к Тебе, и мы просим Тебя, прославься в нашей жизни. Боже, я молюсь, Господь, за наших детей, Господь. Я молюсь за воскресную школу, Господь, чтобы, Господь, все функционировало, Господь, благословенным образом. Боже, областей наших детей на воскресной школе. Пусть они научаются Слову Твоему. Пусть они наполняются мудростью. И пусть откровение о Тебе приходит в жизнь каждого ребенка, сына и дочери. Мы их приняли, Господь, из руки Твоей. И мы благословляем их, Господь, Твоим отцовским благословением во имя Иисуса Христа. Молюсь за деток, которые сегодня в этот день дома, Господь. Боже, посети каждого, Господь, там, где они есть, Господь. И пусть благодать Твоей милость Твоей прибудет на них. А мы, Господи, уповаем на Тебя, потому что Ты щит и прибежище наше. Тебе слава во веки веков. И весь народ Божий скажет Аминь. У нас есть сегодня еще одна молитва. У нас есть ребенок, которого принесли, чтобы мы помолились. Давайте мы благословим тоже. Слава Богу за родителей, за то, что Бог дает нам благословенное наследие. Нам принесли Давида. Давайте мы прострем наши руки. Отец, вместо мы благословляем, Господь Давида, Господь, Твоя благость и милость. Боже, пусть он возрастает для славы имени Твоей, на радость своим родителям. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, областил родителей мудростью и советом, Господь, оказать правильное влияние на сына. Господь, а мы, Господь, чаду возлюбленным Тобой, Господь, говорим, Господь, Вя жизнь, Господь, благодать и милость, Господь, да прибудет на нем, чтобы он вырос, Господь, мужем сильным, Господь, познавшим Тебя, Господь, и исполнившим волю Твою на этой земле. Боже, дай ему крепость, силу, здоровье и долгие дни жизни. Боже, мы благословляем это дитё, Господь, и посвящаем его Тебе. Господь за благословение наследия Тебя, в имя Иисуса Христа. И весь род Божий скажет Аминь. Пусть Бог благословит вас. Приходите еще, Алексей. Скажите, соседы, если б не Иисус, где б ты был сейчас, присаживайтесь, пожалуйста. Хорошо быть в Доме Божьем. Аминь. Я хочу поприветствовать всех, кто с нами через онлайн. И хорошо, что вы с нами через онлайн. Поэтому давайте ожидать от Господа. Давайте получать то, что Бог хочет дать нам. Что я верю, что у Бога есть достаточно, чтобы мы были благословенны. Хочу просить вас, чтобы мы больше молились о том, что, знаете, все ближе и ближе мы слышим о том, что кто-то из наших друзей, знакомых, проходит через какие-то вызовы, через коронавирус, еще что-то, чтобы мы молились. И если есть какое-то недомогание, если мы в воскресенье чувствуем себя не очень хорошо, лучше остаться дома, чтобы не подвергать кого-то, избрать все опасности, чтобы нам выполнять все требования Роспотребнадзора, чтобы быть благословенными. Аминь. Поэтому мы с уважением относимся ко всем требованиям, и мы стараемся, чтобы все было правильно. Сегодня у нас есть человек Божий, который будет служить нам. Это епископ, помазанный Божий человек, служитель Господин Василий Иванович Евчий, которого вы все знаете. Мы говорим добро пожаловать, Василий Иванович. Драгоценные братья и сестры, я так рад сегодня быть. Я каждый раз, когда в вашем городе, особенно в церкви, всегда с трепетом отношусь, ценю и дорожу той привилегией, дружбой, служением, которые Бог дал через вашего епископа, также Лариса и вся семья. Мы очень рады, что мы можем быть вместе, служить, созидая Царство Божье. Я благодарю всех вас, что когда у нас были трудные времена, переживания, вы молились за нас. И также последние месяцы, когда у вас были вызовы, наша церковь молилась за вас, и я хотел сказать, мы вас любим и благословляем. Итак, если у вас есть Библия и Евангелие, пожалуйста, откройте, мы будем вместе рассуждать над Словом Божьим. Мы прочитаем три места Священного Писания, после чего мы будем рассуждать. Итак, Вторая книга Царств, 7 глава, 3 стих. «И сказал Нафан Царю, все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Второе место – это Новый Завет. У нас сегодня важное событие будет это причастие, вспоминание страданий Иисуса Христа, когда мы будем совершать видимую заповедь. Это место Евангелия Иоанна, 13 глава, 1-2 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его». И третье место – это книга Даниила, 1 глава, 8 стих и ниже. «Даниил положил в сердце своем не скверняться яством и со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов». Я сегодня также рад приветствовать тех, кто онлайн-трансляции. Это важно, когда мы отделяем время в воскресный день для того, чтобы быть в Божьем присутствии. Поэтому очень важно сегодня для нас, рассуждая над Словом Божьим. Тема проповеди, которую я хотел бы сегодня вместе с вами говорить, она имеет название «Что у тебя на сердце?». Последних три года я исследовал тему «Сердце человека, сердце Бога». И какой-то период я просто перестал, и вновь и вновь Дух Святой направляет о том, чтобы я продолжал, я для себя вникаю в эту тематику. И все больше и больше убеждаюсь то слово, которое говорится о притче. Больше всего хранимого храни сердце, потому что от него источники жизни, из него источники жизни. Больше всего, больше машины, больше богатства, больше всего хранимого. Но, что мы храним, нужно хранить наше сердце. Мы сегодня услышали вторая книга царств, где написано о том, что Божий человек, который был довольно в близких отношениях с Давидом, это пророк Нафан, у них был диалог, у них было общение. И Давид поделился, вот что было у него на сердце, вот в его сердце, вот его то, что было на сердце. Он ему рассказал, что он хочет пространное, большое для Бога и для его славы. И знаете, вот реакция Божьего человека, он вообще сказал, все, что у тебя на сердце, иди и делай, потому что Господь с тобой. Казалось бы, что больше может быть поддержки, поддержки Божьего человека, пророка, человек, который разделяет судьбу и жизнь, и тем более этот человек разговаривает с Богом. И, казалось бы, вот оно, тот момент понимания. Но, когда мы читаем четвертый стих, «Но в ту же ночь было слово Господа Кнафан». Вот они поговорили, они попланировали, они подумали, поддержали, «Но Господь ночью приходит к Кнафану и начинает разговаривать с ним». Слушай, что-то упущено. Давайте заметим, вот Божья реакция на то, что в ту же ночь было слово Господа Кнафану. Я сегодня хочу задать вопрос себе и тебе. Когда последний раз тебе было слово от Господа? Когда с тобою лично разговаривал Бог? Это так важно для нас, когда мы готовимся к причастию, когда мы будем соприкасаться с Ним, когда Он говорил твое сердце, когда Он говорил в твою жизнь, чувствуешь ли ты Его прикосновения? Слышишь ли ты голос Божий? Знаешь ли ты голос Божий? В эту ночь пришел к Кнафану. И смотрите, что Бог говорит, «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь дом мне для моего обитания?» Бог сразу рассуждая, знаете, не округе, не околопрямо задает вопрос. Разве я требовал? Разве я обязывал кого? Я был доволен тем, что было. Я был с Израилем там, где они находились. И здесь мы читаем шестой стих. Когда я жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля в Египте и до сего дня переходил, но переходил в шатре и в скиньи. Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя бы слово кому-либо из колен, которому я назначил пости народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? Бог задает вопрос. Знаете, есть время, когда Бог разговаривает с нами по-взрослому. Он задает вопрос, где нам нужно дать ответ в своем уповании, в своих решениях, в своих поступках. Бог задает вопрос. Это ценно, когда мы слышим ответы, слышим вопросы, когда Бог имеет диалог с тобой. Не монолог у тебя молитвенный, а диалог с Богом. И восьмой стих говорит следующее. И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь. Бог повторяет, раб мой Давид. Раб мой Давид. Он воспринимает его как собственность, как тот, который способен делать то, что хочет Бог через его жизнь. И он называет своим. Он говорит, это мой. Ты и я являемся его собственностью. И так важно, чтобы ты понимал, что ты в Божьих руках, и ты тот, который готов, готов исполнить его волю. Разница между господином и рабом большая. Бог здесь говорит, раб мой Давид. Иди скажи. Вы знаете, вот здесь говорит слово, иди скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь. Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и везде был с тобою, куда ты не ходил, и истребил врагов твоих перед лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Бог говорит, помнишь, где ты был? Ты помнишь, откуда я в тебя взял? Ты находишься здесь не потому, что у тебя связи, у тебя династия, у тебя родословное нет. Я просто взял тебя от стада, чтобы ты был вождем народа моего. И я взял тебя, чтобы ты был великим. И я взял, и я хочу, просто чтобы ты не забыл главное призвание в своей жизни, которое я хочу, чтобы ты исполнил в своей жизни. Вы знаете, это так важно, когда Бог разговаривает. Порой нам не всегда нравится, когда кто-то вспоминает нам прошлое. Бог говорит, а я хочу, чтобы ты вспомнил, потому что я взял тебя, и я поставил, чтобы ты вождем был народа моего. Дальше мы читаем о том, что говорит Слово Божие. И я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. Бог говорит в Израиле, настанут, наступят другие времена. Люди нечестивые не будут теснить, как прежде. Господь, но это же твой народ. Господь, так почему ты позволял вот этим нечестивым людям, чтобы они теснили? Я хочу сказать о том, что Бог через эти времена, через эти обстоятельства проводит нас, порой допуская болезни, трудности, переживания, стесненные обстоятельства. Нам кажется, что Бог нас не слышит, не знает и не понимает. Бог говорит, это было время, а теперь я хочу сказать, что Израиль будет жить спокойно. Дорогая церковь, Новый Завет. Я хочу, высвобождая это слово, чтобы пришло другое время для церкви. Время, в котором Бог будет совершать свою работу. Мы порой свыклись с стесненными обстоятельствами. Мы не можем встать в рост. Почему? Потому что мы оглядываемся назад и есть на этом много аргументов и причин. Я верю, что для евангельской церкви в нашей стране наступает совершенно другое время. Мы ожидаем гонений, мы ожидаем трудностей, мы готовы. У нас свое есть восприятие. Я вижу, что Бог даст другое время для церкви Новый Завет. Другое время для российской церкви. Другое время. Почему? Потому что у Бога есть план. Он говорит, что нечестивые они не будут теснить, как прежде. Я дам другое время. Давайте еще обратим внимание, что говорит здесь Слово Божие. С того времени, как я поставил судей над народом моим, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебя, что Он устроит тебе дом. Послушайте, что Бог говорит. Я успокою от всех врагов твоих. Нам порой покой только снится. Но Бог говорит, я успокою вот эти люди. Я тебе дам совершенно другое время, другой период. Почему? Потому что у меня есть план, и я хочу, чтобы ты мог жить спокойно, не тревожиться, и люди нечестивые не будут теснить, как прежде. А я успокою. И смотрите, что Бог говорит. И я устрою тебе дом. Я также тот, который заботится за твою жизнь, за твое наследие, за твой дом и за твою семью. Вы знаете, как ценно понимать, что Бог нас воспринимает в целом. Не только вот эта часть, а Он принимает и наш дом, и семью, как единое. То, что Он держит в своей руке. Продолжая дальше, говорится о том, когда исполнился дни твои, и ты почуешься отцами твоими, и я восставлю после тебя, после тебя семя твое, которое произрастет из чрез твоих, и я упрочу царство его. И он построит дом именем моему, и я утвержу престол царства его навеки. И я буду ему отцом, и он будет не сыном. И если же он согрешит, я накажу жезлом мужей, ударом и сыном человеческих. Но, милости моей, не отниму от него, как я отнял от Саула, который я отверг перед лицом твоим. Знаете, меня настолько это слово впечатляет, трогает, знаете, вот этот 14 стих, где Бог говорит, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Я думаю, большего счастья для отца представить, что Бог говорит твою жизнь, он говорит, что для твоего сына я буду отцом, а твой сын будет мне сыном. Твой сын будет для меня, я буду ему отцом. Знаете, это так ценно представить, приходит время, когда мы можем влиять на наших детей. И приходят другие времена, когда мы влиять не можем. А Бог говорит, послушай, даже тебя уже не будет, а я по-прежнему буду с твоим сыном, потому что я буду заменять тебя, я буду для него отцом, и я его воспринимаю как своего сына. Вы знаете, так важно для нас, родителей, понимать, когда наши дети имеют отношение с Богом. Давайте еще раз обратим внимание, что Бог говорит, я упрочу его, я сделаю его твердым, и он построит, он сделает, и я утвержу престол его. Знаете, Бог еще говорит, то, что порой мы печалимся, а если он согрешит, а если он свернет, а если он пойдет по-другому, Бог говорит, ты не переживай за это, я знаю, как его направить, я знаю, как его откорректировать, вот будут те люди, которые его с одной стороны и с другой так подожмут, он будет все по-другому, но милости я не отниму от него, как отнял от Саула. Послушайте, настолько велика милость наша Божья к нам, к нашему дому, к нашей семье, к нашему служению, когда мы верны и исполняем Божье призвание. И мы читаем о том, что Бог говорит, он будет непоколебим дом твой, и царство твое во веки перед лицом моим, и престол твой устоит во веки. Слушай, когда ты в сердце Бога, когда ты имеешь отношения с Ним отцовские, как сын, это ценно-дорого, он говорит, я все сферы твоей жизни, я твой обеспечитель, я ответ у нас тем, что у тебя на сердце. Когда услышал все эти слова, Давид, смотрите его реакцию. и пошел в дом, и пошел царь Давид, и предстал перед лицом Господа и сказал, кто я, Господи? Господи, что такое дом мой, чего ты меня так возвеличил? И это еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, его все, но ты возвестил еще вдаль раба твоего, это уже по-человечески, Господи, Господи мой, Господи. Вы знаете, вот в обстоятельствах и то, что услышал Давид, можно, знаете, было бы огорчиться и сказать, ну, Господь, ты же, я же хотел как лучше, я, ты же знаешь, я хотел построить, и вообще, вообще у меня есть свои планы, Господь, я же готовился, у меня эта цель и мечта моей жизни, знаете, начать огорчаться на Бога, но для Божьего человека больше, он видит то, что Бог сделал, он говорит, вдаль, на годы ты сказал, когда я уже не буду жить, когда будет мое наследие, что ты тот, который будешь держать в руке, ты тот, который управляешь, знаете, он восхищается Богом. Когда мы читаем, когда собрались ученики для такого важного события Пасха, разделить пасхальный Агнец, это был праздник, это было событие, и мы читаем о том, что перед этим праздником он знал, что пришло его время, явил делом, что возлюбил своих живущих в мире, до конца возлюбил их. То, что я хочу сказать для себя и для нас, возлюби делом. Мы порой так много знаем, мы имеем образование, мы имеем богатый опыт, но на словах. Бог хочет, что у нас пришло время, время плодоношения в церкви, время, когда ты начинаешь приносить плод, и ты доказываешь не на словам, и я люблю пастор, пишешь хороший смс, но ты стоишь рядом в церкви, в трудностях и вызовах, которые проходят народ Божий и твоя церковь. Делом не с гаджета или лайка, а стань рядом. Это так важно в ответственный момент. Знал время. Я хочу, чтобы ты знал свое время и призвание в церкви, где Бог поставил тебя. Сегодня пришло время подниматься с младенчества, переходить в совершенно другой уровень, плодоношения славы, когда плод отображается в твоей жизни. Это зрелость. Мы читаем о том, что он возлюбил до конца. Он был в церкви не в начале. Он был в церкви не только вчера, а он идет до конца. Говорит, я до конца возлюбил, я знаю время, я иду. И он дальше продолжает во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце у нас тема. Что у тебя на сердце? Дьявол уже вложил в сердце что-то. Я больше не буду ходить в церковь, я больше не буду служить, я больше не буду ходить на репетиции, я больше не буду участвовать в даянии, на это у меня есть много причин и аргументов. Сегодня вопрос для тебя, что у тебя на сердце? Какой ты видишь церковь в будущем? Чувствуешь ли ты призвание свое, идешь ли ты до конца или тебе уже кто-то и что-то посеял сердце? Разве Иисус не знал, что происходило с Иудой, когда он носил ящик? Но он почему-то по-прежнему просто продолжал держать его в команде, почему-то он просто не отдалял его, он по-прежнему старался служить для него. Слушайте, может быть, это утверждало его. Библия Иоанна говорит о том, что он был вор. Он носил этот ящик. И знаете, пришло совершенно другое время. Самый ответственный момент. В сердце что-то произошло. Дьявол увидел вот эту слабую сторону, вложил предать его. У тебя нет будущего с ним, потому что он говорит, что он умрет. У тебя нет будущего. Тебе нужно извлечь пользу с того, что ты имеешь. ты больше не сможешь носить ящик, а теперь можешь взять. Знаете, это тот посев нездоровый. Когда Иисус разговаривал, ученики задавали вопросом, не я ли Господь? Он знал. Он знал сердце. Несмотря что бы ни говорил Иуда другие, он знал, что у тебя на сердце. Когда мы обращаем внимание на Слово Божье, которое написано в Данииле, мы прочитали о том, что Даниил, когда находился в таких непростых обстоятельствах, вообще он был раб. Раб людей. Он был в плену. у него не было никаких прав, только обязанностей, потому что он бы находился в этом рабстве. Но послушайте, что он положил в сердце своем. Я сегодня хочу задаться вопросом для себя и для тебя. Что ты положил в сердце своем? Что есть в твоем сердце? касательно периода, который проходит церковь, касательно учебы, где ты учишься, касательно работы, где ты работаешь, что у тебя на сердце, что ты положил, какие планы у тебя на твою жизнь, что ты положил туда? К чему ты стремишься? Мы видим, что Даниил положил не оскверняться. Послушай, может быть как-то здесь ты перегибаешь, может быть ты должен понимать, дай Бог понимает, что ты раб, от тебя это не зависит, да слушай, да ты молодой, разве вот яство, которое на столе ест царь и пьет вино, ну и твои сверстники, ну тебя же никто за это не осудит, ты же можешь понять, ты же можешь успокоить свою совесть. Ну послушайте, он говорит, Слово Божье говорит, он положил в сердце не оскверняться от стола, который есть царь. Драгоценная молодежь, братья и сестры, старшего, среднего возраста, как важно нам понимать, сегодня мы живем в этом мире. Сегодня этот мир предлагает свои яства. Интернет пестрит, много разных предложений и много разной духовной пищи и физической. Но послушай, сегодня задается вопрос для тебя, что ты положил в сердце? Не оскверняться грехом этого мира, не пытаться угодить этому миру, не жить как этот мир, но снова и снова я задаюсь вопросом, можем ли мы диктовать свои условия, можем ли мы ставить свои эксперименты? Послушайте, Слово Божье говорит, что греху ты можешь сказать нет, или ты можешь да сказать своим молчанием и оправдывая свою совесть. Но послушайте, что говорит Слово Божье. Поэтому просил начальника евнухов, чтобы не оскверняться. Знаете, на мгновение представить, как отреагирует начальник, которому ты подотчетен, и главная просьба-то какая, и другими словами, я этого не признаю, я этого кушать не буду, потому что я вот такой святой, я такой отделенный, а вы здесь вот такие, поэтому я не буду, пожалуйста. Знаете, можно по-разному рисовать картину, но он положил в свое сердце. И смотрите, что произошло здесь, говорит Слово Божье, о том, что Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника. Бог управляет твоим начальником моим, Бог управляет твоими детьми моими, Бог управляет, Бог имеет ключи ко всем людям, с которыми ты находишься рядом. Порой нас преодолевает страх, и почему? Потому что мы зависим от мнения, мы зависим сильно от мнений от людей, а что люди подумают, а что люди скажут, а почему моя дочь так одевается, а почему мой сын так, а почему я вот так, почему воскресенье я не как все на даче, а иду в Дом Божий для того, чтобы молиться, и каждое воскресенье, почему уделяется время для молитвы, почему ты благословляешь пищу перед молитвой, знаете, есть у нас много разных моментов жизни, где порой мы где-то сжимаемся в себе, почему? Потому что мы не хотим выглядеть по-другому, но Даниил, Даниила как-то это не особенно волновал, даже начальник, он в Божьих руках, он силен расположить, потому что он положил в сердце, у нас тема, что у тебя на сердце. Продолжая дальше мысль, я хочу обратить наше внимание на Диане Апостолу, 5 глава, 4 стих. Мы здесь увидим о духовных людях, люди, которые были в первой церкви, люди, которые служили, люди, которые двигались в служениях, в дарах и призвании. 5 глава, мы читаем 4 стих. Чем владел, не твое ли было приобретенное продажу, не в твоей ли власти находилось, для чего ты положил это в сердце твоем, ты солгал не людям, а Богу. А знаете, ему хотелось, им хотелось выглядеть достойно. Вот все жертвуют, и я буду жертвовать, все продают, и я продают. Вы знаете, это так впечатляет, это так. Но послушайте, есть тот, который знает чуть-чуть больше, чем мы порой представляем. Они положили в своем сердце показаться перед людьми, знаете, духовным, жертвенными. Но это неправильно было. Мы читаем о том, что это было в их власти, Бог вообще не требовал, и даже апостолы не требовали, но им хотелось просто показать другим. Что ты положил в своем сердце, когда ты жертвуешь в даяниях, когда ты едешь на миссию, когда ты идешь на служение, когда ты служишь своим домом, когда ты служишь своим транспортом, что у тебя мотив? Какой мотив? Почему ты это делаешь? Что у тебя на сердце, чем движут твои поступки и твои действия? Когда мы читаем дальше Деяние, 8 глава, 9 стих, здесь еще встретим одного персонажа из Библии, где говорится вообще, что этот человек, он был человеком влияния. здесь мы читаем 9 стих, находился в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волфовал и изумлял народ самарийский. Ему внимали все от малого до большого, говоря, этот великая сила Божья, и внимали ему, потому, что он немалое время изумлял их волфованием, волфованием, Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины, уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходя от Филиппа, и видя совершающие великие силы и знамения, изумлялся. Человек влияния в обществе, авторитет, его боялись. На это была причина, потому, что он сопрокасался с духовным миром. Но когда мы выше читаем о том, когда Филипп пришел в город вместо страха, 8 стих читаем, и была радость великая, послушайте, в том городе влияние Божьего человека вместо страха он принес радость в город. Мы порой считаем, это невозможно, но это возможно, когда ты несешь Евангелие. Ты можешь принести вместо страха и отчаяния безысходности радость, перемену в судьбу людей. Даже люди влияния этого мира и общества, мы видим, что он также сам принял, сделал, и он так удивлялся, и его присозрел. Послушайте, бизнес-план. Даже на этом можно сделать такое имение. А с тем, что у тебя на сердце? Симона, вот, на сердце вот эта возможность. Библия говорит, некоторые воспринимают благочестие, как будто бы оно служит для прибытка. Таковых удаляйся. Продолжая мы с темы, я хочу заметить о том, что он пришел своим предложением, он даже принес свои деньги, но у нас тематика сердца. Что ты положил, но Петр сказал ему, серебро твое, да будет погибель с тобой. Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Сердце неправо перед Богом. Что у тебя на сердце? Вот вот этого человека, его сердце неправильно, мотивация неправильная. И здесь Божий человек дает категоричный ответ. И говорит, твое сердце, оно неправильное, оно перед Богом неправильное. Покайся в этом грехе и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Что у тебя на сердце? Вот помысл, планы у него, у него взгляд, подход, говорит, молись, покайся. Может быть, что-то поменяется. И вот здесь что говорит продолжение о том, что ибо вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды. Симон сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничего исказанного вами. Очень часто у нас в церквях есть люди, которые приходят, нуждаясь в молитве, приходя к пастору, епископу, это хорошо, потому что есть, кто молится, кто предстоит перед Богом. Но есть те люди, которые проходят месяцы, годы, они все вновь и вновь приходят, чтобы за них молился пастор и молился епископ. Проходят десятки лет, и они все приходят, стоят в очереди для того, чтобы за них помолился служитель. Однажды, когда у меня был наглядный пример подобной ситуации, меня это остановило, потому что человек пять лет церкви, плода никакого, нужда, нужда, всегда, чтобы молились. Знаете, я говорю, послушайте, я буду молиться, я буду продолжать это делать, но я хочу вам сказать, пришло время, когда уже вы должны молиться за меня. Пришло время, когда вы должны созревать и подниматься, ходатайствовать за своего пастыря и епископа благословлять, ты можешь быть сосудом в Божьих руках непотребителем пустым, который нуждается только, вот вы помолитесь, вот когда вы помолитесь, все будет хорошо. Он говорит, нет, моя молитва, к сожалению, не поможет тебе, тебе нужно покаяние. Поэтому, когда человек долгие годы посещает церковь, он находится в таком состоянии, нужно глубокое осознание. Даже твоя, твое членство в церкви, твое водное крещение, порой не всегда еще достаточный аргумент, когда ты предстоишь или участвуешь в служениях причастия. Нам важно пересмотреть, ведь мы услышали формально, он тоже принял, он тоже, знаете, уже мог говорить, да я, ты знаешь, какой я церковь, да знаешь, кто у меня епископ. Но послушай, тебе и мне нужны личные отношения с Богом. Молись, чтобы исполнился, чтобы вот этот помыс сердца твоего, он оставил тебя. Драгоценные, я сегодня хочу сказать тем, кто в онлайн, может быть, сегодня перед причастием тот момент, когда тебе нужно поставить границу прошлого, своих мотивов, неправильных помышлений, осуждений, может, пришло сегодня время просто предстать перед Богом. Потому что сегодня тема, что у тебя на сердце? Почему ты не в служении? Почему ты находишься в огорчении? Одна из самых больших причин многих людей. потеря отношений с Богом это грех, который разделяет человека с Богом. Последнее место евреям 3 глава 7 стих. Мы здесь увидим о том, что наставление говорит следующее. Псани евреям 3 глава 7 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. И 12 стих. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Очень много людей, когда грех ожесточает человека, они не могут воспринимать проповеди, им не перестает желание идти в церковь, они говорят, ну, я же Бога не оставил, я дома молюсь, я дома читаю, да у меня есть еще другие. Почему ты не в церкви? Написано Слово Божие, если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха. А если мы не общаемся, если мы закрылись в своем панцире, мы выключили, взяли другой телефон, вышли из групп, и мы уже такие отделенные, мы же служим Богу. Послушай, церковь это тело Христово, причастие это Божье установление. Сегодня экзамен и проверка для тебя. Когда ты идешь в жертвенник, вспомнил, что кто-нибудь имеет против тебя. Остав жертвенник, пойди, примирись, тогда иди, приходи в Божье присутствие. Что у тебя на сердце? 12 стих мы прочитали. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Когда у нас неправильное сердце, когда мы неверны в малом, что нам доверяют, когда мы лукаво поступаем, в лицо говорим, одно в жизни, за спиной другое. Послушайте, следующая печальная ступень. Этот человек отступает от Бога. Поэтому сегодня для нас важно экзамен причастия, где ты можешь поставить границу, сказать вот до этого, где ты можешь попросить прощения, где ты можешь попросить прощения у родителей, у друзей, в начальника, в братья, в сестер, служителей, это возможность, это шанс тебе и мне поменять свою жизнь, чтобы твое сердце, твоя жизнь и то, что есть у тебя на сердце согласовалось с волей Божьей. Не только, что ты думаешь или тебе советуют, а то, что хочет Он. Ты можешь сказать аминь? Давайте встанем. Отец Небесный, я так благодарен тебе, что я могу быть в твоем присутствии. Господь, я благодарю, что я мог передать то Слово, которое ты говорил сегодня ночью для церкви. Господь, я сегодня благодарю тебя, потому что твое Слово, оно как елей. Твое Слово, оно меняет наши судьбы и жизни, оно острее меча буйодовостного, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Господь, я благодарю, что Твое Слово сегодня производит свою работу в моем сердце, в сердце братьев и сестер. Я сегодня благословляю священство в церкви, я молюсь за Эдуарда Анатольевича, за Ларису, я благословляю наследие Божие, Божие, чтобы слава Твоя она являлась. Мы молимся за церковь, за лидерский состав, за всю команду и за каждого члена церкви. Мы хотим сегодня достойно участвовать в причастии во имя Иисуса Христа. Аминь. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Всем знакомое нам место. Ибо я от самого Господа принял, то, что и вам передал Господь Иисус в ту ночь, которую передал Бог, взял хлеб, возбудрил, преломил и сказал, примите, идите сей, тело мое за вас сломимое, сей, отверите мое воспоминание. Также чашу после вечерей сказал, сей чаша есть новый завет в моей крови, сей, отверите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб, сей, пьете чашу, всю смерть Господню возвращаете, доколе он придет. в тело крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом пусть есть от хлеба сего пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот кто есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. А то многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, оказываемся от Господа, чтобы не быть освеженными с миром. Сердце каждого из нас, где мы бываем, что мы делаем, о чем мы думаем, что мы говорим. Бог являет себя и присутствует в каждом дне нашей жизни. Библия говорит, если ты будешь прикасаться к моей святой недостойно, ты будешь виновен против тела и крови. Все, что отличает нас с вами от этого мира, это то, что мы знаем Бога. И это то, что Бог дает нам возможность испытывать наше сердце. Верили мы, в искренности ли мы, действительно, мы ищем Божьего или мы ищем своего. И Библия говорит, испытывай себя, испытывай, потому что разница между тобой и миром, мир будет однажды осужден, а ты имеешь возможность прийти в Божье присутствие. И Библия говорит, и когда мы судим сами себя, то не будем судимы с этим миром. Бог знает наше сердце. Бог знает, как мы живем, как мы думаем, как мы говорим, как мы поступаем. Очень важно, Библия говорит, чтобы ты не болел, чтобы ты не усугублял свое состояние, чтобы сердце твое не отчаствовало, чтобы жестокость не приходила, чтобы ты действительно искал Божьего, потому что часто проходя через вызовы, трудности, мы думаем, ну скрипы, они закончились, потому что мы думаем, что смысл нашего бытия это преодолеть какие-то трудности, и вот когда станет нам легче, тогда нам будет хорошо. Но по мере исследования с годами мы все больше и больше каких-то трудностей переживаем, со здоровьем, с нашими родными и близкими, с какими-то вопросами, еще с чем-то. И ты думаешь, ну когда это закончится? Вы знаете, это путь приготовления к вечности, и Бог работает с нашим сердцем. Нам хочется, чтобы Бог работал с нашим телом, нам хочется, чтобы Бог работал с нашими врагами, Бог хочется, чтобы Бог работал с нашими родными и близкими, но так редко мы хотим, чтобы Бог работал с нашим сердцем, проникая в разделение души и духа и судил наши тайные помышления. Нам как-то вот в эту сферу не хочется сильно пускать Бога, а Бог хочет прийти и приготовлять нас для вечности, Потому что смысл твоего бытия не 70, даже не 90, даже не 100 лет, о которых ты мечтаешь прожить. Смысл твоего бытия тысячи лет разделять, или миллионы лет разделять общение с Господом на небесах. Он сотворил нас не для радости или мучений на этой земле, а для поклонения Ему вечно. Представляете? Вечно. И Бог приготовляет нас для вечности. Поэтому хорошая возможность, знаете, когда мы будем сейчас принимать святыню, в Божьем присутствии прийти и позволить Богу подкорректировать наше сердце, подкорректировать нашу жизнь, подкорректировать наше состояние Духа, чтобы обчистившись, осветившись, мы могли дойти до конца. Аминь. Отец, с места мы приходим, Господь, предлецо Твое. Мы открываем свои жизни для Тебя, Господь, наши сердца, Господь. Боже, Ты знаешь, Господь, все, что есть, Господь, внутри каждого из нас, Господь, в нашем духе, в нашей душе, в нашем теле. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты очистил Собой нас, осветил Собой. Прости нас, Господь, помилуй нас. Когда мы, Господь, говорим, делаем, думаем, поступаем, Господь, не так, как должны. Господи, Господи, я прошу Тебя, очисти и освети нас Собой, Духом Тим Святым, чтобы мотивы нашего сердца были, Господь, не для корыстных целей, Господь, на этой земле, а для вечности с Тобой, Господь, чтобы разделять, Господь, вечность с Тобой в Твоем святом присутствии, поклоняясь Тебе, Боже. Я молюсь, Господь, чтобы Ты дал нам это откровение и понимание, Господь, ценности вечности, Господь, Боже. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, убрал все, что мешает нам. Боже, обрезай нас, очищай нас, освящай нас и делай нас намного лучше, чем мы есть, Господь. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты прямо сейчас прикоснулся к каждому из нас и осветил нас и очистил нас, чтобы нам принимать, Господь, Твою святыню, Господь, будучи чистыми, Господь, непорочными, Господь, освященными Тобой во имя Иисуса Христа. Боже, помилуй нас, защити нас и прости нас. Нас, детей наших, внуков наших, правнуков. Боже, мы хотим, Господь, исполнить Твою волю на этой земле, Господь, и мы хотим разделить с Тобой вечность. Тебе слава. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты бласил, Господь, хлеб, Господь, который мы будем кушать. Боже, пусть каждый, кто будет кушать от хлеба Твоего, Господь, пережил, Господь, Твое прикосновение и исцеление, Господь, духовное, душевное, физическое. Боже, те, кто нуждается в исцелении, Господь, те, кто через онлайн с нами, Боже, посети их, Господь, могущественно и сильно, чтобы прямо сейчас они приняли свое исцеление, Господь. Я молюсь, Господь, также, Господь, за чашу, Господь, чтобы каждый, Господь, кто будет принимать из чаши Твоей, Господь, пережил, Господь, Твое прикосновение и исцеление во имя Иисуса Христа. Тебе, Боже, слава во веки веков. Аминь. И возлюблены те, кто с нами через онлайн, вы можете прямо сейчас вместе с нами принять тоже святыню, И мы говорим, что это исключительные случаи, когда на период пандемии мы приняли такое решение, чтобы те, кто не могут по состоянию здоровья, по возрастным ограничениям быть вместе с нами, чтобы мы могли принимать святыню вместе. Пусть Бог благословит вас.